Уже завтра во всех учебных заведениях страны начнется новый учебный год. Власти и педагоги каждого региона прикладывали огромные усилия, чтобы не возвращаться к дистанционному формату, который использовался весной из-за угрозы распространения коронавируса. 1 сентября – это особенный день для многих хабаровских семей, где есть школьники и студенты. Он часто воспринимается как новый этап в жизни. Верующие в эти дни приходят в храмы, а православные священники читают специальный молебен. Он так и называется – «На начало учебного года». Репортаж Антона Примачева. Традиция совершать молебен на начало учебного года в России на самом деле была еще до революции. С падением советской власти она стала вновь возрождаться. И, признався честно, даже я, не будучи человеком воцерковленным, в студенческие годы приходил на такие службы, но по своей юности считаю, что это в будущем на экзаменах прибавит мне как минимум один балл. Ну, вот так считал. Церковные службы в православных храмах могут идти по несколько часов без перерыва, но молебен к учебному году длится минут 30. При необходимости каждый, чтобы не мешать остальным, может ненадолго выходить на улицу. В храме идет служба, поэтому интервью мы будем брать на улице, на входе в храм. Вот Лиза и Диана пришли на молебен к началу учебного года. Они учатся в пятом классе. Сейчас расскажут, вообще, насколько трудным год будет для вас. Чем вы еще занимаетесь, кроме школы? Уже восьмой год занимаюсь художественной гимнастикой профессиональной. У меня есть такая примета. Вот купальники у нас с блестками такими красивыми. Если блестка ко мне прилепится, то это на удачу. Ну, я крещусь, молюсь, все делаю перед выходом, мне помогает. Я занимаюсь седьмой год музыкой. Если точно, у меня специальность фортепиано. Когда играешь просто, ну, как бы чувствуется то, что какая-то поддержка. Допустим, мамы. И, ну, вот просто помолился, и чувствуется вот эта вот поддержка. Господь нам сохранит и просветит вас в помощи Божьей. Об успехах в учебе в православной церкви молились еще с древних времен. Сегодня считается правильным просить об этом у иконы Сергия Радонежского. По поверью, во время своей учебы будущий святой совершал много ошибок при чтении Писания. Но однажды перед ним явился ангел в образе монаха и пообещал ученику, что тот скоро станет самым образованным ребенком в окружении. Так и случилось. На эту службу приходят не только ученики, но и их родители, а еще учителя. А еще начальник управления образования Хабаровска. Татьяна Варисовна, расскажите, не подумают ли ученики, что сейчас поставят свечку, помолятся, и можно уже как будто будет и не учиться? Мы же учим наших учеников тому, что какое-то единственное действие, оно не спасает ситуацию. К этому нужно идти, этому нужно учиться, нужно трудиться. И только тогда все вместе, когда приложен максимум усилий на все, тогда ты чего-то достигаешь. По словам священников, православие всегда поощряло стремление к образованию. Еще первоучители Кирилл и Мефодий, успешно обучившись наукам, смогли защищать свою веру в спорах с еретиками. Сегодня именно их почитают и ученые, как подаривших миру славянскую азбуку. Математика, которая раскрывает человеку и обогащает его логическое мышление, физика, химия. Все эти предметы необходимы для познания нашего мира, мира физического, в котором мы живем. Завершая молебен, священники напомнили ученикам, что образование – это большая ответственность. Человек с плохими помыслами способен направить знания против общества. И за эти ошибки человечество порой платит дорогую цену. Антон Примачев, Николай Трохин, Смотри Хабаровск. Малебом, на котором побывала наша съемочная группа, проходил в воскресенье, точно такой же на начало учебного года православные священники проведут и 1 сентября на площади Славы в 15.00.